Привет, дорогие друзья! Некоторое время назад я выпустил такое видео, оно называлось «Элементалы, стокионы и рудименты». Сейчас вторая часть этого видео, но не специфически о тех ребятах Я хочу поговорить, а хочу поговорить о том, как они могут воздействовать на верующих И как им может даваться место, и они будут действовать в церквях Да, да, в церквях Когда Господь Иисус сказал самарянке у колодца Что поклонники, истинные поклонники, которых Бог ищет себе Должны поклоняться Богу в духе и истине И он исключил определенные специфические места На этой ли горе поклоняться, или на той, или в Иерусалиме Где? В духе и истине Место поклонения Богу Духовное место Это нахождение в духе и нахождение в истине Дух истины Иисус есть истина Нахождение в нем Является нахождением в истине И также он сказал Освяти их Истину твою Слово твое Есть истина И истиной является также Слово Божье Находясь в слове Находясь В Иисусе И находясь в духе святом Я нахожусь в истине В духе, потому что дух олицетворяет духовную реальность Поэтому наше поклонение Не зависит От географического Местоположения Но мы понимаем Что как церковь Поместная церковь Например в воскресенье Мы снимаем залы Мы снимаем помещения Где собираемся В этом нет ничего неправильного Абсолютно верно и правильно Мы не можем там в духе где-то просто собираться Потому что физически Мы собираемся в определенное физическое место Это удобно нам Или кто-то собирается по домам Или кто-то снимает Или у кого-то свое собственное место Которое они построили Дом молитвы или что-либо другое Но также Поклонники в духе и истине Они свободны поклоняться в духе и истине И также свободны служить в духе и истине Без содействия элементов Объектов Определенных Выслушайте внимательно пожалуйста То о чем я хочу поделиться с вами Потому что я ни в коем случае Не атакую Никакие элементы или объекты Просто Пусть ваше сознание Поднимется на тот уровень Развлечения Который нам необходим В эти последние дни Разрешите мне Раскрыть эту тему И потом молитесь И подумайте об этом больше Маги Колдуны Окультисты Ворожей Прорицатели Гадатели И прочие другие Либо в оккультных практиках Либо в магических практиках Используют Определенные Элементы И объекты Основа магии Это работа с элементами С элементалами Различается основных Четыре элемента Земля Вода Воздух И огонь Есть более скрытые И секретные элементы Такие как эфир Так называемый Духовный элемент О котором они говорят То есть Во время Определенных действий Во время Определенных Ритуалов Используются Определенные Объекты Используются Талисманы И амулеты Сделанные Из дерева Из металла Из камня Из кожи Из разных элементов Используется Земля Используется Вода Используется Огонь Используются Свечи И множество Разных Объектов Моя цель Не перечислить Их Не перечислять Их Всех То есть Есть Элементал Магия Магия Элементов Есть Ритуальная Магия Где Используются Объекты Элементы В определенных Ритуалах Нашептывается Наговаривается Высвобождается Используется Концентрация Воображение Проецирование Сознания И т.д. и т.п. То есть Происходит Взаимодействие С бесами Демонами И элементалами Духами Природы Это В этом Нет ничего Сложного В этом Нет ничего Мистического И супер Такого Мы как верующие Как служители Божьи Можем Использовать Элементы Можем В нашем Служении Использовать Объекты Это не запрещено. Но как мы их используем и сколько мы их используем, играет очень важную роль. В церквях есть ритуальная магия, и элементалы вместо Духа Святого иногда якобы осуществляют служение. Люди думают, это Дух Святой, но элементалы служат. И, соответственно, это служение не совсем хорошее служение, и не сказывается позитивно. Давайте посмотрим Ветхий Завет. В Ветхом Завете Моисей использует медного змея, потому что Бог дает ему указание это сделать. Некоторое время это пророческое действие, этот пророческий объект, он работает и совершает определенное действие. Время его выходит, но он находится в храме и называется Нихуштаном. И служение ему и поклонение ему все еще осуществляется. Пророки, такие, к примеру, как Елисей, использовали соль, которая была положена в чашу и выброшена в определенный источник. И вода в этом источнике сделалась здоровой. В Новом Завете мы видим, где Писание говорит нам, что мы можем использовать масло, елей. Где в книге Иакова, послании Иакова, говорится, что если болен ли кто из вас, призовите пресвитера в церкви, они вознесут молитву веру, помажут вас елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего. Не елей исцелит болящего, а молитва веры. Кстати, по поводу елея сразу хочу вам сказать. Остерегайтесь этих специальных, особых, христианских елеев, где люди там что-то перемешивают и называют эти елеи обычным образом. Елей помазания льва из колена Иудина. Елей помазания невесты и так далее. Будьте осторожны с такими елеями, потому что это не всегда Божье дело, называть этот елей определенным образом, ориентировать его на определенную работу, как будто бы этот елей, если ты его помазал, то помазание невесты придет на этого человека, потому что ты его так назвал. Или помазание льва из колена Иудина сойдет на тебя, потому что этот елей назван в честь льва из колена Иудина. И христиане говорят, что там они примешали и это, и то, и совместили этот элемент, этот ингредиент и так далее. Будьте осторожны с таким елеем. Елей, если Господь нам говорит его использовать, тот елей, который мы можем задействовать, это обычный оливковое масло елей без всяких примесей, потому что елей ничего не делает, елей не исцеляет. это всего лишь осуществляется, как пророческое действие. Если мы в совокупности возьмем Слово Божье, то мы увидим, что в специфических ситуациях для специфических людей в специфическое время даже сам Господь Иисус задействовал элементы. Он использовал землю, сделал брение из земли и помазал глаза слепому. Но Писание говорит, что Он это сделал один раз. Мы также видим, что платки и опоясания, которые прикасались к апостолу Павлу, и которым он прикасался, несли потом в другие места, и люди получали исцеление, и бесы выходили из людей. Да, аминь! Господь может во время пророческого символизма, как пророческий символизм, как пророческое действие, Господь может задействовать элементы, может задействовать землю, соль, воду. Есть такой завет, завет соли. Воду, масло, даже огонь. Разные элементы и разные объекты. Он может задействовать это для специфического человека или группы людей в специфическое время для специфического задания или функции. Но это будет больше выглядеть как исключение, чем повеление. Это будет редко. В основном мы видим в Священном Писании, что Иисус изгонял бесов и исцелял больных словом. Словом. А не постоянно используя какие-то элементы. В некоторых случаях Он их задействовал. Но если мы посмотрим, как часто Он использовал слово и как часто по сравнению с этим Он использовал какие-то элементы, это даже в сравнение не будет входить. Мы должны быть Вадимы Духом Святым. Мы должны быть открыты для Духа Святого, чтобы задействовать определенный элемент или объект в определенное время для определенного человека для определенного действия или ситуации. Но, посмотрите, если это становится регулярной практикой, И если люди начинают зависеть в этой практике от элементов, от воды, которую они брызгают, чтобы изгнать бесов, от елея, которую они мажут, чтобы исцелить больного, здесь мы видим уже вступающую в силу ритуальную магию и надежду не на Бога, кто есть Дух, и на духовное воздействие Бога, но надежду на элементы и объекты, которые сами по себе уже становятся талисманами и амулетами, на которые люди начинают надеяться. Бог может специфически сказать, чтобы кто-то благословил воду или осветил воду для определенного действия. Но если регулярно это начинает происходить и появляется определенная специфическая святая вода, заряженная определенным человеком для определенных действий, которые постоянно используются во всех ситуациях и сферах, будьте осторожны. Это опасная стезя, это опасный фундамент. Это уже магия элементов вступают в силу. И воздействие, и действие будет происходить, но я буду сомневаться, что это Божье действие и воздействие. Апостол Павел не занимался постоянно заряжанием опоясаний и платков. В некоторых христианских служениях и христианских магазинах вы можете купить заряженный платок или елей, промоленный тем-то или тем-то. Вы можете потратить деньги и купить то или иное опоясание или ту или иную воду. Будьте осторожны. Вы на очень опасной стезе. Иногда люди берут что-то специфическое, которое в какой-то момент времени открывал им Бог и делают его основным элементом в своем служении и отвергают основной элемент служения, что из служения слова и святого духа и фокусируются на чем-то специфическим. С кольями, которые забивают люди. Если это происходит по откровению, слава Богу, Господь через это проявляется или работает. если вы это делаете потому, что кто-то научил вас или сказал вам просто, и вы не проконсультировались с Богом, и вы начинаете регулярно этим заниматься, будьте осторожны, вы на опасной стезе. я люблю украшения. У меня есть разные виды украшений, разные кольца, разные вещи, которые я вешаю. И они символизируют для меня просто определенные вещи, как вот даже сейчас на руках. Вот у меня есть кольцо, на котором на еврите выгравирована святыня Господня. Но если я сниму это кольцо, я не перестану быть святыней Господней. Это просто мое личное напоминание. На другом пальце, как вы видите, у меня лев, голова льва. И это напоминание, что я часть армии льва из колена Иудина. Но если я сниму его, это не значит, что я перестану быть частью. Эти объекты не обладают никакими магическими свойствами. В Новом Завете, как поклонники в Духе и истине, и как служители Духа и Слова, мы не зависим от физических элементов и от физических объектов. Да, могут ли они использоваться и быть задействованы Духом Святым? Сто процентов. Они могут. Иногда некоторые из моих друзей проповедников и я сам, когда мы слушаем, проповедуем или учим, мы используем определенные физические объекты в служении. Просто, чтобы наглядно показать и более ясно, четко и доступно объяснить духовную функцию, используя определенный физический объект. Это когда Иисус, например, учил о Царстве Небесном, Он использовал определенные физические объекты, элементы, чтобы у людей было соединительное звено, так называемая точка соприкосновения. Посмотрите на лилии. Чему уподоблю Царство Божье? Оно как сеть, выловили рыбу, оно как зерно, оно как это, оно как то. Поэтому также служители используют определенные объекты в той или иной ситуации. Иногда Господь может сказать сейчас во время служения освобождения я хочу, чтобы вы помолились и раздали воду некоторым людям, которые будут участвовать, которые нужны освобождения. Когда они будут пить, я буду освобождать их. Но в этой воде не будет ничего магического. По водительству Духа Святого мы это сделаем. Но если следующее служение, я заряжаю воду, следующее служение, заряжаю воду, потом я устрояю монополию, и есть определенная вода Крюковского, которую он заряжает, которую люди начинают покупать, которые люди начинают приобретать, которые люди начинают распространять, которые люди начинают использовать в других местах, и без нее не обходится освобождение уже, без этой воды. Уже не рассматривается исцеление, если особым елеем, за который особенно в особом месте помолились, или особый елей, который был привезен с горы кормил, с Иерусалима, или вот с Иордана я набрал эту воду, и теперь я буду привозить воду с Иордана, и когда люди, я буду брызгать ее на людей, чудеса и знамения будут происходить. Вы знаете, что-то возможно может происходить, но осторожно, это может быть магия элементов, ритуальная магия, и это не будет ничего общего с Духом Святым. Поэтому будьте осторожны, когда вы используете такие вещи, какой бы служитель это не использовал, не отключайте свое духовное развлечение и будьте внимательны. Никто не держит монополию на элементы. Смотрите, когда какие-то объекты используются часто в определенных ритуалах. я посещал одного служителя освобождения, и я не хочу сказать, что он не служитель освобождения, но каждый раз, когда нужно было молиться о чем-то, нужно было снимать обувь и ногами становиться на Библию. и таким образом было сказано, что им было это открыто. Может ли так быть открыто? Да, но если это становится регулярным ритуалом, если это становится неотъемлемой частью этого служения, и уже без определенного физического объекта или элемента не совершается служение и не совершается работа Христа, будьте внимательны и будьте осторожны. Ритуальная магия, магия элементов. Бесы могут начать действовать через эту работу и через это действие. Наш Бог не Бог ритуалов, наш Бог есть Дух, и Ему нужно поклоняться не через ритуал, а в Духе и Истине. И таких поклонников Он ищет себе. Наше основное служение основано на Слове Божьем и Духе Святом. И все, что нам нужно, чтобы изгонять бесов, исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых, это Слово Божье, это имя Иисуса Христа нашего Господа, это дюнами сила Духа Святого, чудес и знамений, сила, Это кровь Иисуса. И мы открыты для того, чтобы время от времени, может быть, в каких-то особых ситуациях и случаях, в особое время для особых людей, Бог может решить задействовать тот или иной объект или тот или иной элемент, как в пророческом символизме, так и в исцелении и освобождении, тогда мы это сделаем. Но мы не будем уповать и полагаться на это, потому что мы знаем, что Бог может благословить и действовать через определенный метод, определенное время. И потом Он перестанет действовать через это, чтобы мы не уповали и мы не надеялись на объект, на что-то материальное или на материальный элемент и перестали надеяться на него. Ни воинством, ни силою, ни элементами и ни объектами, я добавил, а духом моим. Будьте осторожны, когда служители приписывают определенные особые свойства воде, елею, огню, тряпочке какой-то, определенной книге, определенному головному убору или определенному украшению или определенному символу. Колдуны и маги приписывают магические свойства этим объектам. Мы этим не занимаемся. Господь даже может во время служения даже сказать вот у тебя кольцо, прикоснись этим кольцом, вот к этим людям, которые я тебе скажу. И высвободи слово, что лиф из колена Иудина сокрушит и разрушит всех враговых жизней. Я могу это сделать. Это будет для специфических людей в специфическое время, специфическим образом. Это не значит, что это кольцо, этот перстень начнет иметь определенные свойства духовные. Нет. Это кусок металла, он и останется куском металла. Просто Дух Святой использовал мое послушание сердца и определенный объект, но высвобождение было через слово, которое я высвободил, а не через кольцо. засияли и засветились молнии. Будьте осторожны. Не наделяйте особыми свойствами никакие объекты и будьте осторожны, когда другие это делают. Бог есть Дух и наше служение служение Слова и служение Духа. Если вы впадаете в ритуализм и в служение элементам, очень опасно начать быть суеверным в том или ином случае. И очень опасно высвобождать не те вещи, которые мы хотим, чтобы они высвобождались в нашей жизни. Даже на нашей одежде может быть помазание. Но это не значит, что вся одежда, которую я ношу, она помазанная. Помазанник, который высвобождает свое помазание, он живет внутри нас. И шо хамаши ях, охамшин ха, арамейский. И от него исходит помазание посредством слова и духа. В определенный момент времени он может задействовать определенную часть одежды и сказать брат Дмитрий, вот я помазал сейчас твою кофточку и высвободил помазание на исцеление. Пусть те, нужно исцеление, выходят и касаются этой кофточки. Или ты возьми и касайся других. И если это Господь, люди будут исцеляться. Но это не значит, что теперь начинается служение исцеления кофточки Крюковского. Что особым образом одевается какая-то кофточка, пропитанная помазанием. что это? Это уже ритуальная магия. Это уже колдовство. Это уже упование не на Господа, а на объект, который Бог когда-то и задействовал. И мы думаем, что Он постоянно будет задействовать. Нет. Бог не будет постоянно задействовать. неоднократно в моей жизни Господь задействовал мечи. Физические мечи. Когда я танцевал с ними, и происходили определенные вещи в зале, о которых люди потом свидетельствовали, что они получали исцеление, освобождение и наделение от Господа. Но я не махаю мечами постоянно, чтобы что-то высвобождалось. Мне не нужно постоянно махать мечами, чтобы что-то высвобождалось. Мне нужно говорить слово и высвобождать Божий Дух. Это основное служение. Но если специфически Господь хочет, чтобы я махнул мечом там или сям, или тем или иным образом в том или ином месте, я это сделаю. Либо для определенного пророческого действия, или для наделения. Это не значит, что меч получает магические свойства и через меч начинает высвобождаться сила Божия. Нет. Сила Божия будет высвобождаться через слово веры, которое будет высвобождаться через уста и через Дух Святой. Меч это просто показатель. Это просто физическое отображение духовной реальности, которую Господь будет высвобождать. И вы знаете, были ситуации и одна из таких ситуаций была в Казани, на школе в Казани, у благословенного служителя Божьего, сына Божьего, который пригласил меня, Раушана. Я там одел милоть православную белую и было служение связанное с апостольским и связанное с молитвой Патрика и так далее и так далее. Время от времени Господь поручал мне молиться молитвой Патрика. и высвобождать ее в том или ином месте. Это было три или четыре раза за годы. И каждый раз, когда я это делал, происходило сверхъестественное наделение и действие. Первый раз, когда я это сделал, это было в Дурбане. Люди впадали в транс и попадали на небеса. И их уносили домой молодежь. И я брал милоть, потому что чувствовал, что что-то есть на этом. И мы били людей этой милотью. И присутствие Божье сходило на людей. Но когда закончилось служение, я оставил эту милоть. Я положил ее где-то на стул и пошел пить чай. но некоторые люди начали самостоятельно подходить, брать эту милоть, одевать ее на себя и якобы получать определенное помазание. Потому что они думали, что из-за того, что эта милоть работала во время служения, потому что это было, я верю, по водительству Божьему, что какая-то особая сила на этой милоте, на этом куске одежды. И они думали, что и они в своем разуме, в своем мышлении, в своем сознании наделили эту милоть определенными духовными свойствами. И это стало колдовским ритуальным действием, это стало ритуальной магией и служению элементам. и что-то начало сходить на людей. И я потом предупредил людей, чтобы они это не делали, потому что это суеверие и это неправильно. И люди чувствовали, что на них что-то приходило. И они не чувствовали себя хорошо после этого. Странно чувствовали. И они приходили, потом и говорили, да, я раскаиваюсь, брал эту милу, не надо было этого делать. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Благословение Божье может передаться посредством физической ткани, но это исключение и происходит в редких случаях. В основном благословение Божье передается через слово уст. Я хочу помолиться. Если вы чувствуете, присоединяйтесь к этой молитве. Отец, я раскаиваюсь за всякий раз в своей жизни и служении, когда я служил кому-то лично, или когда я присутствовал тогда, когда другие служили мне. и я отключил развлечение, понадеясь на этого человека, на помазание, на харизму, через которые он известен. И я раскаиваюсь по неведению или даже по ведению, осознанно или неосознанно, когда я, думая, что я участвовал в служении Слова и Духа, я участвовал в служении элементам, стихиям природы, элементалам, стокианам, рудиментам, этим Духом. И это было не что иное, как магия элементов и ритуальная магия. Когда я полагал свое упование на объекты и на элементы, вместо того, чтобы уповать на твое слово, и на твой Дух. Я раскаиваюсь и отрекаюсь от этого. Прости меня. И пусть всякое влияние колдовства ритуальной магии, магии элементов, элементалов, стокионов и рудиментов, духов стихий и духов, стоящих за землей, водой, воздухом и огнем, которые по неведению я призвал и в которые по неведению я позволил быть влияемым от которых. все эти ритуалы суеверия да будут разрушены именем Иисуса Христа из Назарета. Эти духи убирайтесь вон прямо сейчас во имя Иисуса. Господь учи нас быть мудрыми с развлечением и с пониманием как работают духовные вещи в Твоем Царстве. Чтобы мы были открыты для водительства Духа Твоего Святого, когда Ты посылаешь нас и говоришь нам совершить то или иное пророческое действие или то или иное служение тебе задействуя определенные элементы или объекты чтобы это было по водительству а не исходило из нашего разума и сознания или из привычки или какого-то ритуала к которому мы бездумно привязались но чтобы это исходило из водительства понимая что это не основной способ который ты задействуешь в служении чтобы мы уповали на Твой Дух и на Твое Слово во имя Иисуса Христа Аминь Благословений всем вам с Господом дорогие и на Твой Дух